Всем привет, это Катя. И сегодня я хочу рассказать вам о своем опыте завершения грудного вскармливания. Я думаю, интересен он будет тем мамочкам, у которых молока много, которые кормят долго, и у которых молочко само по себе проходить не хочет, и они столкнулись вот с такой проблемой. Ну что, поехали! Кормила я мою малышку до полутора лет и собиралась кормить еще как минимум до двух лет, но так случилось, что в полтора годика я заболела и вынуждена была принимать 10-дневным курсом антибиотики и, соответственно, прервать грудное вскармливание. Но я планировала его потом продолжить, поэтому я немного сцеживала, чтобы у меня оставалось молоко. И когда уже я решила предложить малышке грудь после приема антибиотиков, она ее не взяла. Я была просто в шоке, я пыталась предложить ей и ночью, когда она была сонной, и еще не понимала, в чем дело, и так, и сяк, и наперекосяк, короче, никак, она выплевывала, вот так вот руками от меня отпихивалась, отмахивалась мама Эдиты со своим молоком, со своей грудью. Хотя до этого у меня были два полноценных кормления на ночь и ночью, но, увы-увы, раз уже моему молоку ей стало не нужно, я подумала, пора завершать грудное вскармливание. На этом все. Во время того, как я сцеживала молоко, я заметила, что у меня на каждое кормление по стакану молока. 400, практически 350 мл молока в сутки. Сразу такой объем тяжело куда-то ликвидировать, ему тяжело уйти к такому объему молока. И я решила просто доцеживать, как это и рекомендуют врачи, просто доцеживать и расцеживать комочки, чтобы не было лактостаза, сцеживать до облегчения. Все молоко из груди не сцеживать, чтобы оно не приходило потом в таком же объеме. Так вот, я так и делала, где-то недели две или даже три я таким вот образом делала, и у меня существенно снизился объем молока, я где-то по 30 мл с каждой груди сцеживала. Но, к сожалению, в один прекрасный день я проснулась и поняла, что у меня образовались комки, которые я не могу расцедить, и отток молока практически не идет, вот там сцеживается совсем по чуть-чуть, и комки, они болят. Я испугалась, что у меня сейчас поднимется температура, и я пошла к врачу, посмотрела, что там очередь, я никак не могла записаться, у меня началась какая-то паника дурацкая, которая не должна была быть. Я сразу проследовала в ультразвуковой кабинет, потому что я помню, что мне делали ультразвук, когда я была в роддоме, это расширяет протоки, и сразу молоко оттуда само по себе вытекает. Я сделала пару раз ультразвук, и с гепариновой мазью, и парочку. Компрессов с капустным листом, и полуспиртовых компрессов с магнезией, причем этого делать нельзя, если вы кормите, потому что спирт, магнезия, ясное дело. И мне это все не помогло, ничего мне не помогло, ультразвук только вызвал, у меня еще один, еще больший приток молока. В общем, я только усугубила ситуацию, я поняла, что без врача я вообще никак не могу справиться. Уже прошло 3 недели, я не могу завершить грудное вскармливание, я с комками, с лактостазом, с нервным состоянием, и мне пришлось таки идти к маммологу. Я пришла к маммологу, посмотрела на меня, послушала мою историю, улыбнулся на меня, сказал, что почему ты сразу не пришла, ты мучилась 3 недели, у тебя гиперлактация, судя по твоей истории, и таким образом, как завершаешь грудное вскармливание, ты его не завершишь никогда, у тебя так и будут эти комки, так и будет молоко. У тебя вообще метод завершения грудного вскармливания совсем другой, недоцеживание, у тебя метод такой, категорически не сцеживать. То есть не прикасаться к груди вообще, чтобы не вызвать новый приток, потому что каждое прикосновение у меня вызывало новый приток молока. У тебя тугое перенание и гормональные таблетки, и противовоспалительные компрессы. Я представляю, что сейчас в этого мамолога полетят тапки, тухлые помидоры, и все такое, а девчонки не надо, он мне реально помог, потому что ситуации у всех разные. Да, я понимаю, что у гормональных таблеток куча побочек, я сама сначала пыталась без них, пыталась завершить, но никак, у всех разные ситуации, ко всем индивидуальный подход. К моей гиперлактации подход именно вот такой вот, гормональные таблетки. Никаких супер побочек я не ощутила, я вообще ничего не ощутила, мне даже спать от них не хотелось, как было написано там. Он мне выписал Достинекс, две таблетки по 0,5, причем должна я их была пить по полтаблетки каждые 12 часов. Это, чтобы исключить новый приток молока, чтобы молоко совсем пропало. Следующее, он мне выписал тугое перенание от 5 до 10 дней, там, смотреть по ситуации. Это, чтобы, если новый приток молока и пошел, то ему просто некуда было деться. И он выписал мне противовоспалительные компрессы, назывался он Димиксид, по 1 чайной ложке разводить на 4 чайные ложки воды, иначе можно просто сжечь кожу. Кстати, он очень вонючий, пахнет чесноком, так что если вы ходите на работу, о-о! Вот, и этот компресс нужно было прикладывать 3 раза в сутки. А, перед тем, как он мне выписал этот компресс, он сделал мне УЗИ и посмотрел, что ничего такого опасного для жизни там нет, и что вот именно с такими комками пеленать можно. В общем, я успокоилась, пошла домой, он мне как-то подбодрил, сказал, что у меня все будет хорошо, и, в общем, я это все запеленала через 5 дней, после того, как я все это проделала, ну, не до конца еще проделала, я так приоткрыла, увидела, что в груди наливаются, наливаются потихонечку молочком, несмотря на гормональные таблетки, молоко не проходит. И, в общем, они каждый раз наливались, 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 я их перепеленала просто на тугую, просто у меня грудь была как доска. Сейчас я попробую, может, где эти фотки найти, ставить, если получится. Ну, в общем, ладно, я с ней спала, я их вообще не убирала, только убирала, когда сделать компресс, так чуть-чуть туда подсовывала, и все. Я постоянно находилась в этой тугой пеленке, и молоко все равно приходило. Я решила ходить 10 дней, как мне было и сказано. После того, как я проходила 10 дней, я увидела, что молоко вот прямо, ну, как-то то было-было наливалось, потом оно прошло. Я со спокойной душой сняла пеленку, и у меня все было супер. У меня не приходило какое-то время молоко, какое-то время я была просто безумной рада, порадовалась я 2-3 дня. Через 3 дня я почувствовала, девчонки, реально ощущение, как в роддоме, когда у тебя молоко только-только приходит. Вот прямо вот эти груди все боят, вот каждый проток в этой груди, каждый наливается молочком. Короче, у меня молоко пришло заново. После всего этого 10-дневного пеленания, тугого, этих гормональных таблеток, моего молока, ему хоть бы что, вот он, ну, ну, пожалуйста, пей, не хочу. Я думаю, что же делать? Предложила еще раз ребенку для успокоения души, она от меня отмахнулась, и я поняла, что так категорически не сцеживает, ну, что придется опять все по-новой. Короче, я опять выпила этот Достинекс, еще раз, уже сама, потому что к врачу идти, очередь, время, все это, в общем, выпила еще раз Достинекс, и запеленала еще на 10 дней. Короче, 20 дней я ходила в этой пеленке, вы можете себе представить, у меня уже просто... Убейте меня, наверное, было такое ощущение. В общем, мне реально было убрать это молоко тяжелее, чем родить ребенка, я не знаю, это моральная века, это была у меня подстава для моего организма. В общем, уже после второго Достинекса и после вторых 10 дней в тугом пеленании мое молоко исчезло совсем. В общем, такой вот у меня был опыт завершения грудного вскармливания, его можно вспомнить только с юмором сейчас, все прошло хорошо, я надеюсь, что мой опыт кому-то поможет. Девчонки, не переживайте, кто столкнулся с таким. Если вам не помог Достинекс, кстати, я уже потом была у этого врача на повторной консультации, просто сказала, что мне пришлось потом выпить еще раз, он сказал, что можно было выпить какой-то другой препарат, не Достинекс, может быть, он вам не подействовал. Или да, можно в течение... Вот, например, вы выпили, и через 10 дней, если молоко не прошло, вот как я и сделала, можно выпить вторую дозу, не раньше 10 дней, чтобы не было слишком какого-то там наслоения гормонов, ну, в общем, врачи они знают, мы не знаем, 10 дней должен быть промежуток между этими. Но я ни к чему не призываю никого, потому что у каждого ситуация индивидуальна, что будет в вашей ситуации, если у вас не получается, решает только врач, сами не пробуйте, не делайте, чтобы вы себе не навредили. Поэтому то, что рассказала я, это моя личная история, мое личное мнение, мой личный опыт, у каждого свой опыт просто, чтобы знали, что такое бывает, чтобы вы видели разные ситуации, какие всякие разные бывают. Если вам понравилось мое видео, или вы посчитали его каким-то образом полезным, ставьте лайк. Ну все, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok